Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я выполняю свое обещание, данное на одном из наших прямых эфиров, разобрать такой важный вопрос, как спасти свой урожай от плодожорки и плодовой гнили при помощи биопрепарат. Все мы заботимся о том, чтобы наш урожай был не просто вкусным, но еще и экологически чистым. И здесь нам помогут только биопрепараты. Биопрепараты – это вещества, которые либо получены с использованием различных микроорганизмов, бактерий, грибков, либо сами споры этих самых бактерий и грибков, которые выступают как антагонисты, то есть противники болезней и вредителей. Самым опасным заболеванием именно созревающему урожаю является плодовая гниль. Она способна уничтожить практически весь урожай. И здесь нам помогут такие препараты, как фрутин, аллерин-Б, гамма-Ир, а также экосат. Но следует помнить, что эти препараты контактного действия, то есть попав на поверхность плода, они защищают наши плоды от этой опасной болезни. Но как только прошел дождь, он смывает бактерии и требуется вновь их вносить. Но это биопрепарат, и он для природы абсолютно безопасен. Он не оказывает никакого токсического воздействия ни на нас, ни на деревья, ни на окружающую среду. Поэтому готовим растворы фрутина, готовим растворы экосада и обрабатываем свои растения еженедельно. Если же погода стоит дождливая, то количество обработок можно увеличить. Особенно важно проводить эти обработки непосредственно перед съемом плодов на хранение, если у вас зимние либо осенние сорта яблонь, груш, или же позднеспелые сорта слив, алычи, которые могут еще немножко полежать. Но с другой стороны, мы должны помнить, что плодожорка – это именно то насекомое, которое делает возможным заболевание плодовой гнилью. И, возможно, даже борьба с плодожоркой будет самым важным моментом предотвращения заболевания наших груш, яблок, слив, алычи, абрикосов и персиков этой опасной болезнью. Дело в том, что плодовая гниль может попасть в растения только через отверстия, ранки, царапинки, трещинки от болезней либо от вредителей. Так как не допустить плодожорку в наш сад? Как избавиться от этой чешуекрылой бабочки? Здесь нам поможет такой препарат, как лепидоцит, специально разработанный именно для борьбы с этим опаснейшим вредителем. Лепидоцит опасен только для плодожорок. Поэтому, как только вы заметили у себя в саду первые признаки повреждения плодожоркой яблок, груш, как только вы заметили первые гнилые плоды, не поленитесь. Разведите согласно инструкции данный ценный препарат и опрыскайте, тщательно опрыскайте все свои насаждения, как созревающие, так и еще те, которым до созревания месяц-два, то и больше. Дело в том, что одна гусеница плодожорки способна испортить ни одно яблоко, ни одну грушу, а как минимум два, а то и три. Падая на землю, такие плоды остаются гнить, а плодожорка отправляется по стволу в путешествие в поисках нового яблока. Поэтому данные препараты можно совместить и использовать одновременно. Кстати, не забывайте привлекать в сад полезных насекомых, полезных птиц, которые питаются в том числе бабочками плодожорки. Но вы спросите, а как же привлечь птиц? Ставьте для них поилки. В жаркую летнюю погоду, когда температура давно превысила 30 градусов, птицы, как и все мы хотим пить, и они будут держаться там, где есть безопасный, доступный источник воды, безопасный в первую очередь от кошек. Поставьте в саду одну-две поилки на высокой подставке, и птицы, поверьте, ваш сад будут посещать в первую очередь, а некоторые даже и поселятся, особенно если вы для них в следующем году весной развесите синичники и устроите огромные уголочки для гнездования. Защищайте свой сад, заботьтесь о нем, используйте биопрепараты, и он отблагодарит вас экологически чистым урожаем сочных и вкусных яблок, груш, слив. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь, спрашивайте, высказывайте свои пожелания. Мы будем этому только рады.